использование фитилей она целенаправленно чисто целенаправленно чем толще свеча тем толще фитиль опять же если вы хотите использовать свечку не для света а для просто эффекта и для того чтобы она у вас дольше прослужила вам нужно использовать фитиль потоньше опять же опытным методом достигается почему когда вы будете использовать совсем тонкий фитиль фитиль не может гореть бесконечно у него все равно как бы вы видели когда загорается свечка фитиль постоянно постепенно отгорает получается пепел то есть есть минимум к использованию толщины свечи есть максимум то есть можно так чтобы все это стекало а можно рассчитать вот данном случае фитиль этот будет гореть так что не с одной стороны потеков и как говорят плакать свеча не будет будет испаряться постепенно парафин и свеча будет будет медленно медленно оседать 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 но вот этих подтеков как на обыкновенной свечи их как таковых не будет потому почему хозяйственные свечи их использовали в основном для света чем будет толще фитиль тем будет ярче свет от нее соответственно тем быстрее свеча сгорает но это из своего рода и маркетинговый ход чем быстрее свеча сгорит тем быстрее за ней придут магазин вот то есть особо не придерживались производители в данном случае в толщине фитиля им нужно было как можно больше продать своей продукции в данном случае когда вы производите свои свечи если вы делаете для себя или для своих близких друзей вы можете уже регулировать толщину фитиля так как она будет требоваться по технологии фитилей бывает различное множество петель и бывают готовые которые можно использовать уже при изготовлении свечей то есть при покупке какой-то формы или вы можете взять обыкновенный стаканчик есть петель уже готовый которым он армированный который пропитан уже парафином и закреплен на специальном фитиле держатели когда вы возьмете возьмете определенную емкость поставите в данном случае вот так петелек вы его зажгли вернее залили он застывает у вас петель уже готовы просто выставляете его по центру и соответственно у вас меньше заморочек если вы работаете с петелем с простым в данном случае допустим вот такой веревочного типов то что он гибкий вам его нужно будет каким-то образом закреплять форме соответственно у вас должно быть выходное отверстие в самой форме которое нужно изолировать что парафин парафин очень текучий вот пока не застыл и соответственно вам нужно будет его каким-то образом закреплять но это по производству свечей а по видам и технологическим качеством фитиля вот данном случае в петель видно да сплетен косичкой вот эта косичка и дает соответственно если это будет просто одна ниточка попробуйте взять хэбэш ную нитку просто поджечь он у вас пыхнет и как таковой нет за счет того что здесь есть воздух он заходит вот в эти промежутки косички хорошо пропитывает и соответственно там остаются какие-то частички воздуха за счет этого фитиль быстро загорается у вас за счет пропитки и кислорода и имеет свойство поддерживать горение при испарении парафина изготавливается также фитили разного цвета для свечей которые вы будете изготавливать допустим подкрашивать парафин то есть мало того что парафин как говорил может быть бесцветным это его вот это его натуральный цвет а этот цвет немножко более такой плотный и более белый это с добавлением стеарина вот но в эти же свечи вы можете добавлять краситель и подкрашивать допустим синий красный желтый любой цвет и использовать цветные фитили кто-то использует черные свечи вот есть и черный фитиль то есть разницы нет толщина фитиля и как я говорил она может быть разная вот это все зависит от того какие свечи вы используете есть фитили которые используются с парафином которые используются с воском которые используются со стеарином с маслом вот чем толще фитиль тем соответственно более жидкие должен быть составляющие в которой он горит то есть в масляных ванночках более толстые фитили используются почему потому что масло имеет свойство такого копчения она коптит и фитиль забивается и он бы перестает гореть так как он толстый и за счет горения нитки масло все-таки его поддерживает можно использовать фитили вплоть до того что они деревянные то есть мелкая стружка пропитывается определенным составом принцип работы тот же самый что и хэбэшного фитиля но используется вот именно хэбэ или дерево дерево не хвойных пород вот который пропитывается именно специальным составом порисуются также ставится на определенные фитили держатели которые вы также можете использовать вот в данном варианте в основном используются данные фитили на улице почему их труднее загасить ветер влага на улице используется именно либо толстый фитиль либо выполнены из деревянных у нас могут быть использованы фитили для массажных свечей это фитили льняные то есть натуральные вот чтобы закончить данную в данный рассказ о фитиль я могу сказать что фитиль должен быть натуральным